Только одно в голове мам, коксу 5 грамм, отлечет сам, в краине запомнения, в голове мы шли мамки... Всем привет, с вами Эндумер, и я вернулся, вернулся со спидмаппингом, спидмаппингом номер 25 от Doom Power, от нашего любимого Doom Russian Community, idkwyd.ru, проводил его GSUX, 12 уровней у нас здесь есть, 12 человек приняли участие и за каких-то 4 часа сделали свои уровни. Сегодня мы с вами их посмотрим, GSUX попросил также, чтобы я их оценил по 10-бальной шкале, будем смотреть. Примечательно то, что я не знал, никто не знает, какой из авторов какую карту сделал, поэтому будем пытаться угадать на ходу, сопоставляя стили с теми, что мы уже видели раньше. В общем, будем с вами их изучать, посидим по играм довольно долго, потому что карт 12, и вот так. Выбрал я GSU Doom, потому что довольно темные некоторые карты местами, поэтому DSD и Doom, и уж тем более PRBoom Plus, не видятся мне опции для лучшего отображения материала, поэтому поехали на ГОЗе. Что ж, первый уровень, названий нету, 87 монстров, один секрет, и сразу мне это очень сильно напоминает в ад, который назывался Asylum of Wretched. Ну, вы помните, мы недавно с вами на канале его играли, там была какая-то психбольница или что-то типа этого. И очень-очень похож антураж, очень сильно антураж похож. Также начинаем мы в клетке, в тюрьме, с дохлыми какими-то зомби-менами, шатганерами. Надо стрелять в какую-то кнопку, чтобы выбраться. И тем было две на этом спидмаппинге. Первая тема была механизмы в действии, и вторая кошмар нагнетания. Вот это, мне кажется, про кошмар нагнетания. Какая-то книга лежит с черепом, возможно, какой-то гримуар. Картинка какая-то интересная, и абсолютно очевидно то, что здесь будут нас душить какими-то хоррорами. Прекрасно, это мы с вами любим, поэтому поехали. Я не знаю, делал ли этот человек, этот маппер, целенаправленно осознанно отсылку на тот самый Asylum of Wretched. Тот в ад 2000 года, который был очень детализован, очень проработан. Достаточно нелинейный. Не знаю, знаком ли он с ним вообще. Если нет, то автору этого уровня я настоятельно рекомендую ознакомиться с этим ВАДом. Либо посмотреть его прихождение у меня. Потому что очень-очень сильно похоже. Текстур пак был взят из так называемого RDCP 2024. То есть от Russian Doom Community Project. Который уже был в прошлом году, в 23-м. Был он 30 years with Doom. Теперь будет и в 24-м году тоже. Решили, ребята, и для этого года что-то наваять. Так вот текстур пак взят из грядущего этого проекта. Для которого люди уже тихонечку мапят. Поэтому вот эти текстурки мы с вами будем наблюдать и там. Какая-то бутылка стоит внезапно, валяется бутылка, бутылка стоит. Что здесь делают это пара бутылок? Что они здесь, интересно, забыли? Это же очевидно какая-то тюрьма, какие-то клетки. Что-то такое, какой-то подобный заход. Откуда здесь бутылки? И причем всего две. Меня радует на самом деле этот подход. То, что карты достаточно короткими будут. И мы с вами сможем посмотреть их все в рамках одного видео. И очень здорово это в плане показательности. Что можно намапить за всего лишь 4 часа. Кто-то, кто довольно далек от маппинга, как я, скажет, это невозможно. Ничего нельзя намапить. Ничего. Ох, как больно мне. Вообще ничего, но оказывается, что можно. 4 часа все же достаточно времени для того, чтобы сделать вполне себе хорошую, интересную, проходимую карту. И вот этот ватт должен стать подтверждением этого. Но, как по мне, это, конечно, это требует действительно очень большого опыта в маппинге. Ни плохого, ни малого скилла. Потому что, ну, 4 часа это прям совершенно, совершенно маленький, короткий срок. За который очень трудно что-то цельное, что-то осознанное сделать. Но вот люди смогли, люди сделали. И причем, судя по отзывам, карты действительно крутые. Поэтому, если говорить о контестах, в последнее время у нас достаточно много проводится контестов. И я говорю не только об Endoom Mapping Contest 2024, на которых давалось аж целых 2 месяца. И там были довольно проработанные, долгостроящиеся проекты. Нет, не только. Посмотрите, еще и спидмаппинги. Спидмаппинги решают тоже, потому что в последнее время их тоже немало. Например, Dron 1226.1 также проводил аж целых 2 спидмаппинга. И тоже не так давно. И люди в них с удовольствием участвуют. И маппят. И, как мы видим, получаются вполне себе годные цельные проекты. Это очень здорово. И это говорит... Как я вообще сюда попал? Говорит о том, что, ну, действительно... Действительно люди хотят и могут маппить. И для этого у них все карты на руках. Делают они это для того, чтобы потом у нас были все карты на руках. Вот это пугалка. Вот это пугалово натуральное было. Не ожидал я, что кто-то возопит. Поэтому, конечно же, подходы очень разнятся между тем, чтобы делать карту 2 месяца. Или тем, чтобы делать ее 4 часа. Однако. Радует то, что люди вписываются с удовольствием и в то, и в другое. И вот это как раз очень здорово. И кажется мне то, что даже контесты в виде спидмаппингов каких-то, они как-то более легкие на подъем. Их как-то проще проводить. Людям как-то проще в них участвовать. Потому что ты садишься маппить здесь и сейчас. Тебе не надо планировать огромное количество времени. И планировать вообще масштаб своей карты. Ты чисто проявляешь свой скилл на максимум. И это круто. Это круто, потому что у тебя нет других вариантов. Ты делаешь лучшее из того, что ты можешь сделать на текущий момент. Поэтому я уважаю спидмаппинги. Хоть бы как я от них не отзывался. Уважаю за то, что получается действительно годнота. И как мы видим, проекты действительно получаются очень-очень неплохими. Не думаю, что энду маппинг контесты когда-то придут к спидмаппингам. Но по крайней мере отличаться от них будут хотя бы вот так. Очень понравился мне этот зал. Тёмный с большим количеством свечей. Если вы хотите поиграть в эти 12 уровней, я настоятельно рекомендую использовать DSD и Doom. Или PR Boom Plus, который на мой взгляд OpenGL работает лучше. И он даже ещё темнее выглядит. Но я не стал, опять же, из-за того, чтобы на экране было видно хоть что-нибудь. Поэтому я врубил ГОЗу, разумеется. Ага, ловушка. Островок безопасности. Смотрите, здесь я не получаю урон. Интересно, почему. Кто-то добрый делал эту карту. Это явно не Славиус. Да и почерк не Явонный. Но интересно, что кое-где домашний сектор был пропущен. Так вот, для True Experience я рекомендую брать какой-нибудь Sourceport вот такой больше под старину. И может даже Doom Retro. И здесь будет офигенная вязчая темнота. Динлайтов от этих свечей не будет. И выглядеть это всё будет вообще роскошно. Не то, чтобы я против того, чтобы играть на ГОЗе. Нет, ГОЗа для меня дом родной. Но всё для вас. Всё это делается для вас, для того, чтобы вам было лучше видно. Так, окей. Кажется, что выход где-то рядом. И я понимаю, что каждая карта будет достаточно короткой. Где-то в пределах 10 минут проходиться. И это меня вообще офигенно устраивает. Но думаю, что часик мы с вами здесь проведём. Прямо в ямку. Бух! Окей. Ладно, не подготовился я особо к этому бою. Кстати, неплохой бой. Не очень удобно. Ты отскакивает назад. Знаешь, что за спиной у тебя вот эта яма. Не очень удобно отходить. Вот тот, кто сделал этот бой, в принципе... В принципе, молодец. Подготовился неплохо. Окей. Уровень хорош. Действительно хорош. Вот это, кстати, очень по-трек Федеровски. Он любит такие открытые пространства. Вот эти гористые, каменистые. С использованием подобных текстур. Но я не знаю, участвовал он или нет. Вообще не знаю, кто участвовал. Знаю, что участвовал Шедоумен. И всё. Больше не знаю. А, и ещё Гранитмастер. Но это не Гранитмастерская карта. Его карту я узнаю сразу. Поэтому я, честно говоря, даже, наверное, не буду... Не буду пытаться угадать авторов. Только если их... Их почерк будет, ну, не слишком уж сильно явным. И тогда, да. Но так я не берусь. Не беру судить. Неплохой тоже вот этот бой. Опять же, благодаря Арчфайлу, он здесь... Представит довольно жёстким. А, у меня есть Рокет. Что ж я... Что ж я не заметил, когда я его получил-то? С Рокетом, конечно, всё играется совершенно иначе. И мне кажется, что на Ультра Вайландс его можно вообще даже не класть. Потому что здесь, конечно, бой будет намного более тяжёлым, если Рокета не будет. Хороший уровень, кстати. Действительно хороший. У меня приятные какие-то от него впечатления. Но, мне кажется, концовка как-то не совсем ему соответствует. Вот эта вот безидейная толпа врагов, которые просто как из мешка высыпаны. И начиналась... Ну, не то чтобы за здравие, но начиналась как такая хорная какая-то там темница, какая-то больница. И закончилась как просто бой в каких-то горах. То есть, очевидно, что мы сбежали из этой тюрьмы. И вот эти вот привратники стерегут все пути отхода. Но... Ну, не знаю, целостности какой-то нет. Вот эта вот локация с... Вот этими гористыми местностями. Вот это вот всё как-то, ну, совершенно не походит на то, что мы видели здесь. Уровень преступно, конечно, короткий. Это спидмаппинг. Но мне действительно он понравился. Мне реально понравился заход на вот эту хорную какую-то тематику. Вот этого вот... Вот этой тюрьмы какой-то вот... Какое-то... Какое-вотоподобие, опять же, того же Asylum of Wretched. Слишком много мне в последнее время приходится оценивать карт. Кстати, где секреты, не знаю. Там, кстати, какой-то телепорт был. Эй, там был телепорт. Ну, как его достичь? Почему он не спускается? Не знаю. Так вот, оценивать приходится почему-то много. Поэтому я чувствую себя сейчас как в своей тарелке. Потому что только вот оценивал буквально целый контест. Теперь... Любезно предложили оценить мне уровни здесь. Поэтому... Поэтому мне легко. Мне комфортно. Мне удобно. Было бы хорошо, если бы этот рыбыльник спускался вниз. После того, как я его нажал. Это было бы quality of life for the player. И... В общем, оценивать здесь несложно. Уровень классный. Для спидмаппинга, атмосфера и реализация очень хороши. Очень хороши. И это выход. К сожалению, секрет я не нашел. За 8 минут я его прошел. Хороший. Хороший уровень. Действительно. Действительно прикольно исполнен. И начинать буду с пистол стартера, разумеется, каждый. Ну, не знаю. Если говорить об оценках, мне в прошлом... Я не собираюсь разбирать по полочкам, раскладывать все по деталям, запчастям. Потому что, ну, особо что здесь раскладывать, учитывая, что это спидмаппинг. И вообще времени давалось мало. Я буду оценивать чисто по своим субъективным ощущениям. И выдавать оценку от души, так сказать. В совокупности факторов всего того, что я видел. Уровень очень хорошо исполнен. Он реально прикольно играется. И действительно крутой заход с этим изайлом и с тюрьмой вот этой темницы, больницы. Не знаю, что уж там было. Действительно хоррор, готический момент. Классный зал со свечами. Мне очень понравилось. Не понравилась только... Не понравилась концовка. Вот этот безидейный бой, когда монстров просто выплюнули на игрока. И то, что, в принципе, ну, по логике этот каньон никак не связан с этой темницей. Не знаю. Вот именно из-за концовки я срежу. Ну, пускай, не знаю. Один балл за бой, а один балл за одницу. Разную концовку. Пускай будет 8 из 10, и мы едем дальше. Сразу бросают нас в бой. 38 монстров, 0 секретов. Уж не знаю, что там было в секрете на прошлом уровне. И, не знаю, пускай никто не скажет, что я там не объективен или что-то типа этого. Потому что, ну, тяжело оценивать по каким-то отдельным критериям, учитывая, что оценивать мало что есть. И вот в этом плане, конечно, спидмаппинг-контесты очень сильно отличаются. Но пускай, пускай. Первый уровень, 8 из 10. А черепки и ампулы дают сразу по несколько. То есть я подобрал черепок, у меня стало 5 брони. Подобрал ампулу, вроде тоже хп стало довольно много. И именно по этому приему что-то мне подсказывает, что этот уровень мог сделать Растаман Геймс. Не знаю, может быть. Может быть. Посмотрим. Ну и вообще по общей какой-то структуре, вот этой вот, около квартирной что ли. Интересно, как двигаются вот эти вот текстуры. Какие-то механизмы работают. Я напоминаю, это была вторая тема этого спидмаппинга. Не только кошмар на гнетание, но и... Но и механизмы в действии. Ой, что там с бедным механизмом? Опять Гоза. Вот это, кстати, опять Гоза подвафлило. Я уверен в этом. Где-то мы с вами... Ага, я даже помню где. Мы видели подобное в уровне от Домки Хатур, который был ММД, мап 01. То же самое, аналогично Гоза там сломала бедный пресс, давилку, крашер или что это там. И она тоже вот так вот начинала просто подрачиваться вверх-вниз и ничего не делать. Но вот это явно не должно было быть так. Я уверен в этом на соточку. Какой... Вот этот вот, вот эта давилка мне нравится больше всего. Кого она собирается давить? Крысок или клопов? Она вообще едва двигается. Какая у нее задача? Что она должна давить? Вот это, кстати, еще прикольнее. Она кажется, что еще меньше имеет ход, но двигается быстрее. Может быть, она нужна для того, чтобы из мяса делать фарш или давить какие-то... Делать какие-то отбивнушки или блинчики. Не знаю. Окей. Вот это вообще психодел какой-то. Что же она так быстро двигается? Она еще и фиолетовая. Кошмар какой-то. Глаза! Больно глазам. Ладно. Но тебя мне жалко. Тебя мне жалко. Либо она такое должна быть. И раз там Ангеймс или кто бы то ни был сделал ее именно вот такой вот нервозно дрыгающийся. Но я не знаю. Как возможно под нее вообще подложить какой-то материал для давления? Если бы это просто невозможно. Скорости человека не хватит. Удивительно, кстати, что на этой двери отсутствует текстура головы. Верхняя какая-то текстура обрезана, получилась кастрированная. И места здесь довольно много. Почему ее было не сделать в полный ее рост? Может быть потому что здесь потолок низкий. Но можно было бы платформу вот эту сделать пониже, мне кажется. Ну не знаю. Не знаю. Окей. Не совсем я это понимаю, но окей. Ладно. Путь. Что? Кто? Откуда сверху? Ого. Вот это, кстати, неплохая засада. Я даже не понял, откуда по мне бьют. Я говорю, здесь темных мест вообще немало. Поэтому только гонза для записи видео. Прикольная текстура вот этого кафеля, вот этого пола, который якобы вымазан каким-то лечо. Неплохо, кстати, выглядит. Но что-то очень уж как-то равномерно он вымазан. Поэтому немножко смазывается эффект страха. Типа это кровь, это демоны намазали. Поэтому глуповато малость. Ее, может, и стоит использовать, но не в таком объеме. Чтобы вот эта равномерность не бросалась в глаза. Вот тут, кстати, чем-то Бладом отдает. Какая-то мясобойня, мясопилка. И здесь как будто автор, значит, решил совместить оба сеттинга, которые стояли в основе задачи. А конкретно и механизмы в действии, и кошмар нагнетания. Интересный, интересный заход. Так, одну секунду. Окей. Так, даже маленькие аптечки кое-где набросаны. Как уйти отсюда? Не говорите, что я софлокнулся, этот лифт уехал на совсем... О, нет, вот кнопка. Вот вместо вот этой текстуры, кстати, стандартная, по-моему, текстура, ну или какая-то около стандартная, много раз где ее видел, сразу почему-то бросается на память мап 10 из второго дума. Там довольно, довольно много ее было использовано. Кстати, здесь почему-то под ногами трава или какой-то зеленый, зеленый ковер внезапно. Мне кажется, здесь бы уместнее, если стандартные текстуры разрешены, а судя по вот этим дверям они разрешены, я бы здесь на самом деле использовал тот самый зеленоватый кафель. Которого так много в Сандере. Вообще, очень странно сделан уровень, и кажется мне, что это не Растаман Геймс. Узнаю брата Ивана Нефедова, кажется мне, что это сделал он. И по вот этим, опять же, черепкам, которые дают сразу несколько здоровья и брони, и по какой-то общей абстракции и отсутствию детального дизайна, отсутствию мелочей. Абстракция здесь просто во все поля, потому что здесь просто надристана текстурами, здесь очень много использовано текстур в тему и нет. Просто какая-то катавасия из текстур, и при этом мелких деталей совершенно практически нет. Я уверен, что это уровень от Гранитмастера, от Ивана Нефедова, но я могу, конечно, ошибаться. Опять же, какая-то музыка ядреная. Задится мне, что это именно он. Примечательно, что двустволки на уровне даже нет, только шатганы все. И интересно, интересно, зачем здесь окно, которым даже нельзя подойти. Ладно, не знаю, ничего особого в этом уровне я не увидел. Он, конечно, был по-своему прикольный, по-своему милый, с какими-то интересными идеями, вроде по-разному двигающихся крашеров, но, по сути, довольно слабо. Не знаю, ну, пусть будет 4 из 10, вот так вот. Окей, идем дальше. Это будет третий уровень. Какой-то нервный напряженный музончик. 90 монстров, 2 секрета. Каким-то перводумским вайбом повеяло. И вот тут вот детализация, конечно, уж очень сильно отличается. Вот посмотрите на прошлый уровень и на этот. Работая с дизайном, с декорированием, текстурированием, просто, просто небо и земля. Кстати, мне нравится этот трек. Это что, Федерал? Слушайте, реально прикольный трек, никогда его доселе не слыхал. Окей. И да, действительно, перводумский вайб. Перводумский монстр, шотган и вот эта вся юэсишность, повальная, очень сильно отдают первым думам. Очень интересно, очень интересно. Мне очень понравилось то, что GSOX действительно решил сделать это интригой. То есть, действительно, не стал называть имена мапперов, которые сделали карты, а дал игрокам поотгадывать. Это очень хорошо в плане оценивания, потому что, как ни крути, зная никнеймы мапперов, может возникать какая-то предвзятость. И какие-то баллы будут дополнительно начислены или списаны, чисто исходя из личного отношения игрока к мапперу. Это не есть гуд. Слушайте, что за трек? Напишите мне его в комментариях. Очень интересует меня. Что за интересная музычка такая? Не слыхал. Такая напряженная какая-то. Вон манкубус, кстати, где-то есть. И что-то в этом есть, кстати, прикольное. Играть в такие разные, разнообразные уровни, сделанные разными людьми. И сами по себе такие разноплановые. В течение одного видео. То есть, в курсе только того, как ты их прилетаешь один за одним, потому что они короткие. Это круто. Вот такая музыка, может быть, кстати, даже подошла бы к чему-то более хоррорному, да? Аж потому что здесь... Некоторые... Некоторые звуки как будто перевернуты задом наперед и растянуты. Это очень неплохой прием. Ох, я так и знал. Я так и знал. Очень неплохой прием с растягиванием и переворачиванием звуков. Очень часто используется, опять же, в хоррорных каких-то заходах. Сдается мне, что этот уровень сделал товарищ Man with Gun. Я не уверен в этом, потому что я не так уж и много видел Man with Gun и UFC-шных уровней, но судя по обилию Гудис, которые валяются на полу... И по тому, как сделан уровень... Хотя, возможно, это все-таки друг мой Славил сделал. Тяжело заходить на этот бой, имея так мало здоровья и не имея брони совершенно. Возможно, стоит поискать секрет. Возможно, это сделал Славиус. Вполне вероятно. Опа, а вот и секрет, кстати. А вот и бронька. Вот с бронькой, конечно, разговор пойдет совсем другой. Так, ну, навряд ли здесь будет еще один секрет, потому что, скорее всего, он остался где-то позади или будет, наоборот, спереди. Славиус также известен тем, что он с особым каким-то тщанием и умением выбирает музыку. Так что вполне вероятно то, что это именно он. Хотя, трудно сказать, наверняка, конечно. Вот это непростой бой, учитывая то, что здесь действительно тебя карают, если ты с малым количеством ХП сюда заходишь. Один ХП, заявочка на победочку. А, и очень хорошо, конечно, что я нашел тот секрет с броней, иначе пыхтеть бы мне здесь еще предстояло бы долго. Так. Поднялась платформа. Назад уйти можно. Хм, не знаю, пока никаких секретов больше нигде вроде как не видно, но спасибо за то, что отметил вот этот секрет зеленой стенкой, достаточно просто было его найти. Вот это очень кайфовый уровень. Очень. Мне прям очень он нравится. В нем действительно очень сильный дух перводумский есть, и он просто грамотно сделан. Здесь очень много ловушек, очень много каких-то ситуаций, в которых игрока что-то зажимают, выскакивают монстры, откуда ни возьмись, давилки начинают его давить. Конечно, ты все это плюс-минус ожидаешь. Но реализован очень круто. Мне кажется, что этот трек из Rise of Triad. Of the Triad, прошу прощения. Потому что как раз-таки именно там использовался чаще всего в треках вот этот вот трюк с такой работой со звуками. Так что, скорее всего, это из рот. И сделал это, опять же, Ли Джексон. Так, окей. Как мне преодолеть этот барьер? Наверное, надо пострелять? Нет. И музыка затихла, как назло. Там будет выход, это очевидно. Я нажал на синий рубильник. Кстати, красной кнопки здесь нет, только синие и желтые. Что удивительно. Не, ну музыка вообще классная. Вот пока что самая крутая музыка, которую я слышал здесь. Так, ну вряд ли мне нужно что-то здесь еще делать, потому что как бы все я тут уже получил, что мог. Хм, интересно, опять же, не знаю. Вот, опять же, вот эти выбитые плитки, из-под которых высовывается вот это гуро, расстановка вот этих кебабов, ну очень сильно напоминает о работах Мэн Бедегана. Не знаю, не знаю. Не знаю, либо славит... Как это можно было... Это неправильно, это неправильно, это плохо. Вот это плохой заход. Перепрыгнуть... Зачем вообще нужна эта платформа? Зачем она нужна? Да, то есть игрок спускается... Так, хорошо, это я, конечно, могу так с телепорта, но с земли же я не могу. Да, вот так вот я не могу. Игрок спускается, дерется с монстрами и не понимает, как ему преодолеть этот рубеж. Причем вот на эти бортики наступить нельзя. Вот это неправильно. Это реально неправильный заход. И непонятно, и зачем? Зачем так было делать? Да вообще, зачем здесь нужна эта заслонка? Какой в ней смысл? Поленился маппер? Не стал поднимать ее после того, как начнется бой, чтобы игрок не ушел в портал сразу? Ну такое. Ребята, давайте не будем лениться. Окей. За желтый ключ сейчас будет битва. Бор, битва! Давайте, выводите. Что? Кибер? Да ладно! Да ладно, кибер, не такой арене. Окей. Слушайте, это очень хороший уровень. Очень хороший. Очень нравится. Так, валяются патроны на плазмаган. Значит, где-то и сам плазмаган есть. Осталось только его найти. Где он? Кнопа щечка выведет меня к плазмагану. Нет, ну реально. У меня миллион патронов на плазмаган, а самого плазмагана нет. Очевидно, что это будет не БФГ. Вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Кибер уже знал, куда я суну свой нос. Нужно было делать это раньше. Ну кто ж знал, кто знал. Ох-ех-ех-ех. Окей. Все. Кибер, только ты и я, плазмаган. Конечно, БФГу мне никто не дал бы. Но и на том спасибо. Да, хороший трюк. Очень удивлен я был. Очень неожиданно было увидеть кибер-демона, честно сказать. Вообще, неплохая арена. Я просто думал, что со всех сторон понабегут какие-то инспекторы. попытаются подзажать меня телами но нет здесь выскочил довольно много разных монстров и тушь пивося кибер конечно было для меня нежданечко но нежданечко приятным хороший бой то тоже красивое место нравится мне что она затемнено а чёрчу этом прыгать и не спрятаться не скрыться нет нашел куда арчвайл в яме сейчас вам не убивает прицел как-то снайпить так а мне нет рокета у меня рокета нету ладно плазмоган довольно больно боя на оружие не знаю только попадая по нему особо или нет побежать бежать 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 этого нет или фраг разумеется вот это вот это конечно офигительный концепт как только арчвайл начинает тебя жечь ты сразу бежишь как можно дальше никогда еще думать так не боялся арчвайлы реально ужасный страх вот это крутая секс очень нравится так давайте проверим лаву 20 нет лава вообще бьет по 4 что за вода такая мне нравится вот это место окей окей офигенный уровень очень хороший очень крутой уровень единственный косячок с той приступочка которая непонятно нафига была поднята самого начала но ладно это совсем минорная мелочь я ставлю этому уровню 10 из 10 очень хороший уровень очень сильно мне понравился очень крутой по дизайну очень крутой по боевке очень круто реализован классно просто фантастика так это я обратно прыгну идем дальше четвертый уровень 50 монстров один секрет так не прошу уровень реально бомба за четыре часа сделать такой уровень который мне настолько понравился да я вообще даже не предполагал что такое возможно так видимо что это снова хоррор тематика я понял это потому что сразу не ясно что делать куда стреляет что-то где-то спускается всякий раз а надо наступать на кнопки да ладно что совсем недумавский какой-то заход лады сразу дается двустволка все опускается поднимается окей здесь тоже решили имплементировать два в одном и работающие механизмы и и хоррор нагнетание что будет то вот этот уровень очень очень такой очень трики я даже не понимаю что чего работает и происходит текстура арчфайлов очевидно что работа будет вестись именно про них неужели омбра приняла участие в спин-маппинге не знаю не знаю но возможно все ох какой непростой будет бой кажется то что весь этот уровень состоит только из этого боя вот это действительно hard и вот эти платформы опускаются подниматься очевидно для того чтобы я мог прятаться ого сколько здесь ипов вы чё спите то друзья мои товарищи родимые роднулечки роднулясики стоят они значит спинками спят мордочками хитрят и и по и начинаю конечно своих условиях это круто правда а аршфайлов закон не писано сейчас воскресит их всех по новой куча валяется патронов на рокет но сам уроки то нет либо я его где-то не нащупал да я думаю то что весь этот уровень это будет этот бой очень круто очень-очень круто очень круто очень хардкорно понятия не имею кто мог сделать такую гадость но кто бы кто бы он не был он крут вообще все кто здесь на спин-маппе все крутые нету ни одного мимо крокодила я считаю все аршфайлы готовы еще один аршфайл сдох без моего участия кто-то его там накрыл за это спасибо за это реально спасибо ходят монстры ищут меня и здесь кстати довольно темно опять же почему я и говорю они еще не все аршфайлы почему я говорю что по диздей думали пьер бум плюс или дум ретро играть в это будет еще более аутентично еще более крипово потому что здесь темнота будет очень серьезную роль играть и визуал будет достаточно сильно отличаться причем если вы где 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 еще один причем а он что где он я не вижу я бы советовал играть наверное даже в софт вейре если брать дизди дум там пьер бум плюс аптечек кстати довольно много лежит слушайте я реально не вижу аршфайлы где он вон там бегать ревенант это я вижу вот он нет это мне один аршфайл еще один где то есть аптечек реально лежит много то есть по идее уровень этот довольно вывозимый кстати патроны закончились эй дай пулемет хватай пулемет беги ну нет ну нет в да реально очень много аптечек и аптечек и патронов всего есть достатки но уровень от этого легче не становится он становится просто проходимым но не проходным разумеется ой вот это спасибо вот он где лежал рокет я реально не понимаю где еще один арш этого то я вижу что неужели мне реально нужно было попадать сюда с помощью аршфайлы если это так то это конечно вообще прикол отдельный вон он еще где нет если действительно аршфайл должен был закидывать тебя туда чтобы ты смог взять рокет то это то это конечно достаточно жестоко но вместе с тем и классно реализовано так ок ок кажется что осталось два аршфайла я вижу пока только одного так отлично осталось один монстр какой хитрый уровень как я должен туда попадать интересно а эти платформы спускаются поднимаются что ж если бы аршфайл мне туда не закинул быть беде потому что у меня патроны уже начали заканчиваться и на ссг пулемета у меня так и нет несмотря на то что здесь есть пулеметчики так это душилка надо сквозь нее это быстренько проскочить серьезный уровень кстати вполне себе сделан в духе какого-нибудь сайт сейчас кибер выйдет да вот это вообще будет похороны реально вот такой вот уровень мог бы быть где-то в концовке первой косы или может быть даже косы 2 очень сурово удивительно что мне реально зашло удалось зайти в спину к ипом не знаю планировал того автор или нет но мне удалось каким-то образом нащупать верный путь практически сразу что удается мне очень-очень редко немного не очевидно здесь поиск пути здесь какой-то обилие движущихся деталей какие-то кнопок на полу нетипичных опять же для дома повторюсь да ладно где-то один монстр остался сожалению не нашел его рано как и секрет хороший уровень действительно очень серьезный очень боевой такой прям мужской такой уровень проверяющий твое умение крутиться вертеться находить путь куда бежать классный уровень ничего не могу сказать даже не знаю что могло бы мне в нем не понравится да все наверное хорошо какая-то небольшая алла гишина с кнопками на полу что есть немножко не по-думански и в принципе непонятно что нажимать как добиваться прогресса но в целом тоже не могу отнести это к минусу я даже даже с этим разобрался с этим за пять минут но я думаю что это 10 я думаю что это 10 из 10 прекрасный уровень который очень понравился и в принципе без особых минусов идем дальше это будет уровень за номером 5 39 монстров один секрет и начинаем и судя по всему в каком-то лесу вот это уровень славился должен быть вот это вот трава свисающая сверху так кто-то меня там уже ждет вот эти открытые пространства вот эти просторы вот это вот любовь к природе это все то что у нас умеет делать славка так внезапно я думал то что мне надо будет идти вперед однако оказалось все строго да наоборот открылся путь назад куча ловушек опять же постоянно ух постоянно что-то происходит что-то открывается разворачивается куча монстров откуда ни возьмись выбегают это все-таки нажималось интересно что нажимаю на рубильник его никак не реагирует ни звуком не видом поэтому я сначала не понял стрелять ли в него надо как-то был у кривит козавра либо надо либо надо нажимать так все я спрятался в домике меня пожалуйста не трогайте абонент вне зоны доступа я что похож на абонента так нормально уработали как тоже кстати что-то перводумовская в этом всем есть в этом всем действие в этом непотребстве ах славиус не знаю он ли это или нет но я опять же просто прикидываю пытаюсь пусть стилю попытаться угадаться попытаться угадать маппера и не факт что это все-таки славиуса будет но очень похоже на то хотя не хватает каких-то мелких элементов дизайна возможно но опять же времени было мало а вот и спектр бегают слушать я почти уверен что это уровень славиуса шотганнеры и спектры есть трава есть открытые пространства гористые местности рецепты уровня славиуса на восемьдесят процентов готов так что я думаю что тот уровень был от момент гана а этот славиус но опять же я даже еще по половину уровня не посмотрел поэтому я могу ошибаться и их уровни будут дальше но не знаю не знаю пока не знаю так хорошо монстры со всех щелей буквально меня прут пока что толкового оружия у меня нет интересно если я в яму упаду будет ли это конечно суть потому что кушает по 20 это конечно а кушает по 20 это очередной маркер очередной индикатор того что уровень сделал славу может быть тэнкет славу но славу точно так ладно что еще здесь есть тому как и страшную текстуру опускается как преска это до вилка неужели надо стрелять по глазикам здесь что нет как спектр туда залез на верхотуру хочет лучше видеть пусть берет очки ночного видения ха окей что это за постройка почему ты думал что сюда можно будет зайти а нет а нет это кислота обрамленная вот этой вот висящий висящий травой висящими кимитальянами мне кажется что подавляющее число монстров на этом уровне составляет лосса улы что-то как-то очень уж много и коль скоро в гозе они считаться килл каунтер сколько же здесь будет монстров без них 20 18 вот это наверное еще больше собьет с толку игрока хотя опытного игрока конечно подготовит к тому что будут либо арш файлы либо элемент или боли либо вообще икона греха прикиньте если в одном из этих уровней будет икона греха это автоматом будет 11 из 10 потому что удивлению не будет пределы окей что дальше а приступочка есть а все уровни кстати сделаны под бум никаких у дмф чудес мы здесь не увидим это все сделано под бум комп левел 9 поэтому смело заряжайте 9 комп левел суде здесь дум и вперед погнали ничего здесь отдельно переключать не надо ничего выдумывать и мудрить тоже не нужно здесь все уже сделано как здесь-то бороться то что здесь сделать не фига себе какая засада четкая я считаю что мне а у меня патронов не хватит если туда не сбегаю так я могу кстати еще сюда сквозынуть если конечно как а демон меня пустит но но нет пока что не хочет пускать суровая ловушка суровый будет бой пока что не особо понимаю как его превозмогать это тоже кислота которая кушает по 10 что же делать что же делать должно же быть орудие как драться на на ахп то уже нет ужасный бой а чем предполагается драться то товарищ маппер я конечно понимаю что вы напихали все в секретном все просто утопает в роскоши вы забили оружие и патронов и мегасферы и девочек неуязвимых и всего на свете но тут-то обычным рядовым нормисом чем сражаться ну реально что что предполагается сделать у меня ведь нифига нету вообще абсолютно нифига ужас какой-то как ищет оплаченов если бы хотя бы их не было еще кислота всюду навалена нет это действительно какой-то ядреный герцог делал этот уровень вы в своем уме товарищ маппер зачем так делать данте на вас нет я позвоню нужным людям я позвоню данте он ваш маппинг просто порошок сотрет разберет по полочкам ни одной почки там хорошей не будет я гарантирую это не ну реально что хотят у меня здесь окей не можешь сражаться превозмогай как гласят легенды древних думеров 90 годов ищем выход и до свидания и а реведерчи окей станет мне арчвайл давайте тут инфайти здесь как нибудь делать вот молодцы хлопаются все месяца это меня устраивает я даже не знаю как мне убить этого долбанного арчвайла что выход мари арчвал у оху на кого-то переагривался как и все равно очень мало ужасный бой реально ужасно вообще кошмар какой-то кладь повернулся чтобы дать мне плюху и на этом закрыть вопрос да вот тут арчвайл конечно поставлен супер хорошо дело даже не в толпе чинганеров дело в том насколько круто здесь себя чувствует арчвайл он здесь вообще просто в нереальной зоне сколько у него еще хп он же вообще ни с кем не хватит все отлично так так как как стой 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 все 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 я победил в этом бою но удовольствие никакого не испытываю при этом потому что ну бой плохой объективно плохой бой чё хорошего-то в нем никто не любит когда задница рвется так сильно нет я конечно уверен что на уровне сложности поменьше тут вообще стоит только арчвайл и все отдельно кстати доставляют вот эти маленькие аптечки которые восстанавливают 10 хп и лежат они в домашем секторе которые тоже дамажит по 10 л логика не знаю мне не понравился этот бой он чересчур пережат что кто откуда а это еще тоже домашний сектор у нас оказывается вот это вот интересно по какой причине свет fire blue настолько слепит бедного дунга и глаза плавится не может на него смотреть как зритель этого видео и ему станция больно он получает по пятерочке это такой рпг элемент который только что додумал окей что-то нажал что-то открылось наверно смотрит ну вообще хорошо спасибо за подсказку опа перестал смотреть взгляни взгляни в глаза мои суровые ну судя по всему действительно последний раз то что он просто показался появился и все еще даже не секрет окей что там за бой сейчас будет если не дают синий шарик да ничего не будет боя тогда зачем или икона греха будет фантастика не знаю этот уровень навряд ли сделать лабинс конечно неплохой уровень пускай не совсем понравился мне он по детализации мне не очень понравился подбор текстур если бы идея сделать какой-то джунгливый заход или что-то около этого то как-то не знаю странновато но понравилось как вылазили глаза иконы греха честно говоря меня задушил тот бой он мне вообще не вкатил вообще этот бой сделан чисто с тем чтобы вызвать горение задницы у игрока окей оставьте этого арчвайла который там прекрасно себя чувствует ну зачем столько чинганеров ставить либо же пускай будет миллион чинганеров но тогда без арчвайла ну что-то слишком уж передушенный был бой в остальном уровень неплохой я даю ему пускай 7 из 10 и мне кажется это будет справедливая оценка а мы залезаем на 6 уровень на котором всего 20 монстров тоже довольно классическая какая-то вещь кстати где-то здесь затесался по-моему товарищ чейнганер который у нас мастер ванильной юэсишности поэтому вполне вероятно что либо тот уровень который я посчитал мэн веганским либо этот будет как раз таки от него респект кстати за выбор стандартной музыки не знаю почему но возможно ухо мое настолько прислушивалось уже замылилось импортированными треками которые вставляют в думские уровни что мне как-то особенно всегда приятно услышать стандартный трек из айвада я всегда реально радуюсь когда его слышу и каждый раз отмечаю это каждый раз этого кайфую кажется уровень будет совсем маленьким даже есть какой-то хелл зоун смотрите-ка действительно есть подобие хелл зоун и довольно довольно мало довольно мило и и видимо этот уровень ну не знаю либо либо кто-то не особо ооо вот это клёво вот это неожиданно не особо супер спид маппер и кому-то 4 часа прям тяжело дались то есть человек конечно маппер и маппер хороший я вижу это по строению уровня по тому как он сделан по дизайну но спид маппинг я особо себя не проявлял и кому-то 4 часа хватило только на это и это я тоже понимаю все это будет уровень сколько 1 минута ну ладно я в любом случае похвалю этот уровень в любом случае скажу что он крутой потому что ну мне действительно понравилось понравилось что он такой short and sweet все здесь на своих местах все здесь красивенько все здесь приятненько стоит даже бутылочка даже вот есть какой-то директор Или какой-то офис-менеджер, который сидит на стуле Есть немножко Hellzone И круто то, что изменилась вот эта локация Действительно, вот это стало для меня неожиданностью Она реально оказалась внезапно затопленной кровью Трюк простой, но эффектный Мне реально понравилось, как это выглядит Но для Астраски не хватало бы, чтобы он дамажил Чтобы это был дамажущий сектор, чтобы почувствовать, что ты реально в аду А ты реально потрогал здешнее место И, возможно, не хватало сделать один секрет Хотя бы, чтобы открывалась вот эта икона греха С которой полежала бы фэга Или вот эти полки Тогда был бы полностью закончен и осмысленно Но и так неплохо Хороший, добрый, милый автор Который просто не может делать очень быстро Но при этом делает круто, делает хорошие уровни Не знаю, кто это будет любопытно узнать Но уровень действительно клевый И знаете, я даже не буду ставить ему вину, вменять Не буду ставить в минус то, что он короткий Потому что я вижу то, что человек умел Человек действительно умеет делать уровни Работать с дизайном, с декорированием И при этом он даже в таком коротком уровне Сделал вот какой-то вот такой прикольчик с этим кровавым полом Здесь все прикольно И не знаю, я не могу поставить плохую оценку за это Я могу сказать, что по мне здесь Ну, 9 из 10 9, пускай будет 9 И единственное, почему не 10? Потому что, ну, действительно, ты не успеваешь Распробовать этот уровень И как по мне не хватило Хотя бы просто секретика для вида Ну и домашнего кровавого пола Окей, идем дальше Пускай будет 9 И следующий у нас будет That Simple You have entered deeply Это все мы знаем Очередной хоррор заход Окей Где я? Этот уровень делал Домитория Каибу? Окей Ух ты, ужасный эмбиент Опа Что я раньше его не видел Так Кажется, он тут не один Надо повнимательнее смотреть по сторонам Главное, чтобы скримака не было Опаньки Есть Отлично Пока что напоминает первый уровень Самый первый, который мы видели Ой, смотрите-ка Вот это классно Небо и список с Дума Огненная, горячая Слушайте, очень стильный уровень Для чего лежат здесь эти черепки? Кстати, мне нравится то, что здесь валяются Как будто деревянные балки По которым якобы Думгай может Должен, точнее, переступать Для того, чтобы Не наступать в кровь Которая его бы не дамажила Так Даже не знаю, что сказать Пока особо Действительно, уровень очень стильный Я понимаю, что он довольно короткий 42 монстра, но Это что-то такое Неуловимый спектр какой-то Но он действительно достаточно Достаточно мастерски исполнен Очень нравится мне Как он начинается Очень нравится мне Как развиваются здешние заходы Это реально прикольно Плохо только, что патронов особо нету Может я как-то все-таки могу сюда пойти? Нет, не могу Перед входом в эту цитадель Одолевают игрока Его внутренние демоны Да откуда берутся эти клятые спектры Сколько их еще много Так, мне в любом случае Здесь нету маза особо сражаться Мне нужно Как-то пытаться Понять, как попасть внутрь И схватить двуствовку Спектров реально много Наверное, половину здешнего киллкаунтера Будут составлять спектры Окей Спектры прочь Ух, а тут еще хуже Но там хотя бы есть пулемет Окей, но мне же не хватит патронов Какой жестокий уровень Злой, жестокий Действительно адский Действительно хоррорный уровень Так Так Надо как-то мне ухитриться Быстро убить шейнов До того, как ко мне пришли Спектры в спину Кажется, спектры уже у меня в спине Здесь тоже домашний сектор Уровень очень недружелюбный Очень жестокий Очень злой Очень жесткий Очень жестокий уровень При этом патронов реально мало Так, холлайт Стороночку, пожалуйста Холлайт в цирке не выступает Соответственно, со спектрами Он инфайтиться не будет Так Аптичку, пожалуйста Аптичку другую Не нажал Не нажал Ух, уровень жесткий какой Вот при создании этого уровня Явно использовались яйца Все такое прямо Очень жестоко Очень недружелюбно И очень адско Че не жмец С этой кнопкой В нее стрелять что ли надо Где точнулся Арчвайл А, двустволка Двустволка пропала Она уплыла куда-то вниз Прыгай вниз, не бойся Хорошо Ну, к сожалению, я опустил всех монстров Которые остались сзади Интересно, дадут ли мне к ним вернуться Очень интенсивный уровень Очень красивый по дизайну Очень жестокий по стилистике своей По оформлению Это секрет что ли будет? А, секретов нет Клетка с холлнайтами очередна Окей Суровый уровень Вообще суровый Но при этом довольно умный И довольно грамотный Я не вижу здесь какой-то безнадеги Или какого-то ужаса В плане В плане того, каким был бой В предыдущем уровне Открывайся давай уже скорее Тут приходится прямо вообще Елозить Приходится прямо Очень шустро все делать Очень быстро соображать И очень круто двигаться Мувмент здесь решает все Опять же, у меня довольно мало здоровья Поэтому, наверное, в основном Здесь так все есть Жестокий уровень Вообще жесткий Офигеть просто Причем он довольно жесткий Во многом потому что Ты зачастую не знаешь Какие цели тебе выбирать Что здесь для тебя приоритетнее Кого убивать И куда смещаться Как муваться Как мансить Этот уровень Приходится постоянно преодолевать На каком-то офигительном Мувменте На офигенном движении Постоянно нужно суетиться Именно в том плане Что тебе надо и бежать И при этом отстреливаться И при этом тебя еще и зажимают Козырно Круто 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 Вот так бы мог замапить Какой-нибудь демонологист Наверное Если бы он участвовал Спидмаппинга О, меня вернули обратно Спасибо на этом Я все Аршвайл О нет Аршвайл Ладно Знать Мне даже интересно Взглянуть В никнейм Того человека Который сделал этот уровень Потому что уровень Реально жестокий Здесь банально Некуда сунуться Вообще Здесь куда ты не наступи Куда не зайди Всюду домашний сектор Всюду лава Пускай она и не дамажит Прям офигительно Много Кстати у меня есть рокет Но тем не менее Она есть Она существует Это лава Возможно что этот уровень Сделал дрон 12-26-1 Кстати Ну уровень очень жесткий Очень Пока что наверное Самый жесткий уровень Вот тот был достаточно жесткий Который Который состоял Из одной стартовой арены Из одного боя Где были аршвайлы Всюду Понапиханы Понапрятаны Где я еще в спину Толпе ипов зашел И жесткий был бой В прошлом уровне Но вот этот Вот этот уровень Намного жестче Намного жестче Намного Намного страшнее Сложнее Вообще он прямо вот Настолько какой-то адский Настолько демонический Вот Вот таким вот должен быть ад Вот так он должен выглядеть Вот такой вот темный С горящим небом Такой вот Недружелюбный Такой вот Опасный Чтобы со всех сторон На тебя напирали монстры Всюду Под ногами оказывалась лава Вот именно так ад И должен быть реализован Вот это самый адский ад Что ни на есть ад Ад адовый И вот это очень клево Вот человек который Делал этот уровень Очень удалось Показать что такое Есть ад на самом деле Офигенный уровень Очень крутой Очень-очень хороший И при этом Кроме офигенного дизайна Визуала Я вижу что здесь Ставка делается Именно на На грамотные бои То есть здесь бои Действительно грамотные Монстров немного Но они все в Тесных каких-то Помещениях Пытаются тебя зажимать Как-то вот Вызывать у тебя неудобства При этом ты постоянно Должен убегать от них Вот это Грамотно сделано Вот это Грамотно распределено Но Тот бой с аршвалом И пулеметчиками Из прошлого уровня Не был грамотным Вообще ни разу И поэтому здесь Контраст очень сильно виден Это прекрасный уровень Вот это реально Прекрасный уровень Я ставлю ему 10 Я ставлю ему 10 Потому что это Фантастически крутой Экспириенс И при этом такой короткий Офигенно Идем дальше Это будет уровень 8 37 монстров 3 секрета Пока что рекордсмен По секретам На этом спидмаппинг контесте Где-то проснулся Арчвайл Я его сразу слышу Снова у нас Работа с механизмами Какая-то здесь идет И почему-то Большинство мапперов Вот обратите внимание Думая про механизмы Думая про механизмы Почему-то В первую очередь Думают о давилках О крашерах В каждом уровне Который пытается Следовать идее Механизмов Обязательно есть крашер Обязательно Ну это и Логично довольно Смотрите-ка Вентиль Вентиль Открывающий секрет Ха-ха Вот такого я не ожидал Я думал Что это просто текстурка будет Но нет Это реально вентиль Это кто бы мне Так там насовал Нифига себе Там шотганер Прошелся как хорошо По всей моей Родословной Вот это круто было А че так больно-то А почему шотганеры Так выносят Что с ними Откуда такой урон Реально Вот первый шотганер Мне дал что-то Около 30 Наверное А этот вообще Меня убил Когда у меня там Сорокет было Или типа того Я конечно понимаю Что брони у меня нет Но что так жирно-то Или это он крита Мне дал У них сегодня День критических выстрелов Что ли Где-то есть Arch-Vile Я точно помню Это я его слышал Так ну там же была Еще одна дверь Slow-ass crushers Которые еле-еле двигаются Еле-еле что могут сделать Кстати красивое Отображение цветов Для дверей Точнее Какого цвета эти двери Какие им нужны ключи Красиво Вот за это Отдельный респект Молодец Вот за это прям лайк Очень красиво сделано Очень такой Изысканный трюк Изысканный ход При этом Ох Все Этот до конца Этот уже не отпустят При этом тонко Немногие поймут Не все Для чего здесь эта свечка Это ведь не секрет Все Вот вам и слово Escrashers Которые Которые спешат Доказать то Что у них тоже есть Чем удивлять Очень маленький уровень Очень тесный Как будто какая-то Клаустрофобия 2024 Что-то где-то Приоткрылось Кажется Ну нет Ну нет Вот респект таким Довьюкам, кстати Респект таким Крашерам, которые до конца Которые поймали Думгая И уже все, уже не отпускают его Жмут до Талова Так, ладно, желтый ключ мой Очевидно, что финальный бой не за горами Слушайте, особый какой-то прикол есть у этих всех спидмаппинга Какой-то Цимис в этом всем есть Это как будто концентрированный думский геймплей То есть как будто ничего лишнего Вот только то, что автор хотел и мог показать И по дизайну, по структуре уровня, и по боевке Вот коротко, насыщенно, но при этом довольно скиллово Вот в этом плане спидмаппинги крутая штука Реально, то есть вот именно концентрированная скиллуха Концентрированное удовольствие от уровней Никакого рассусоливания, никакого передумывания, перемудривания самого себя Никакого размазывания, растекания мыслью по древу Только вот конкретика Конкретика, которая достигается за счет жестких рамок Временных И вот это хорошо Вот в этом плюс спидмаппингов Нет, к сожалению, это был выход Четыре монстра я не досчитался, один секрет Не нашел Ну что ж, неплохой был уровень, но какой-то Какой-то, не знаю Вот именно, что неплохой Не сказать, что феноменальный какой-то С какими-то офигенными придумками Ну, хотя, отображение цветов дверей мне понравилось Ну, не знаю, не знаю Пусть будет 7 из 10 Я думаю, 7 7 Достойная ему будет оценка Идем дальше Это будет уровень 9 О, музыка из первого дума Бонус поинтс Бонус поинтс For death И классно начинается уровень Мы появляемся перед каким-то зданием 11 монстра 1 секрет И как я люблю уровни под открытым небом Бонус поинт за открытое небо А спав здесь пинкарь Ведьмак ушел Я нарушил его покой Нарушил его прием пищи Прием пищи, к сожалению, окончен Травка растет Да вот же ты, мой родной Ты мой дорогой Славиус Вот это точно сделал Славиус Вот теперь я уверен в этом на 100% Спасибо тебе, Славиус За использование музыки из первого дума За открытое небо За травку Но говорю тебе, дружочек мой Родимый мой Роднулик Славбик Пожалуйста Хватит Я понимаю, что ты любишь траву Но Что-то с этим надо делать Прием мало застоялся Кстати, очень похоже на уровень Сильвермайнера Из недавнего контеста Который был Эндумаппинг контест, разумеется Очень похоже на уровень Сильвермайнера Возможно, Слав Именно им и вдохновлялся Я сразу узнаю это По вот этому ревенанту в окне И вообще, в целом По структуре и уровне Это действительно похоже на какой-то остров Населенный засранцами Либо Кто-то использовал траву Для того, чтобы закосить Под Славиуса И Заставить кого-то Накинуть за это баллы Как-то работает Как-то... Что-то я не понимаю Это тихий телепорт или... Нет Реально Как... Как... Как мудренно это выполнено Окей, ключа у меня пока что нет Сюда зашел я рано Это еще и секрет был Секрет, в котором лежал Ревенант Лежал Слушайте, а как это сделано Реально? Чуть не понимаю У меня что-то мозг как-то Какой-то ступор входит Это лифт вниз, что ли? Похоже на то Да, это лифт вниз При этом текстура Не двигается Очевидно, потому что Она двойная Двойной высоты Ужас Я даже не сразу сообразил Как это сделано Вот этот Славиус, конечно, трюкач Славиус, конечно, хитрый авант Ну, кто бы сомневался, верно? Так, окей Рекомендую проходить этот уровень Под Зидум 2, 8, 1, F Так, вот он, синий ключ Кстати, лежит просто на балочке Ох, поднялась лесенка Спасибо Хм Странно, что действительно Никто не потелепортировался Для того, чтобы Поблагодарить меня за то Что я нашел красный ключ Столько дверей Столько ключей здесь Желтые Че-то малость как-то здесь Перемудрено, мне кажется С количеством ключей и дверей Окей Пускай так Вот тут какой-то Плутонийский вайп, кстати Глазки торчат Что это? А-а-а О-о-о Что это? Как это? Я не понимаю Как? И зачем? То есть у человека было 4 часа И он потратил Очевидно немало Количества времени На то, чтобы двигать Сраный алтарь сердцем По нажатию на Рубильник При том, что сам рубильник Какой-то двойной А-а-а Это надо было сделать Его нужно было Какой-то комбинацией Поставить на кнопку И я чисто, рандомно Тыкая это сделал? Да ладно Да ну Ну что ж Это Мне кажется Это автору повезло О, быстрые лифты Что, кстати Наславился Не указывает Что это за Черная Стена какая-то Металлическая Покрыта какой-то Грязью Гудроном На радость автора Я натыкал Случайно Быстро это смог сделать Потому что Если бы это была Какая-то логическая Головоломка Или задачка Я бы тут, конечно Развонялся бы О, а вот и они Снова бой на улице Классно Вот именно это Наверное Мне и напоминает Чем-то Плутонию Так, я чуть сам по себе Не жмыхнул Вовремя отдумался Хороший тот же уровень Наконец-то Барон А был ли вообще Барон В этом контесте Хоть один? Не помню Как-то ужасно Я пострелял из Рокет Вообще не очень люблю Рокет Лаунч На самом деле Я постоянно Из него стреляю Как-то неправильно Я постоянно Наношу сам себе Очень много урона С него Интересно, почему сюда Не поставили Ни одного Арч Вайла На какое-нибудь возвышение Чтобы здесь был Такой неудобняк Приходилось бы Забегать за углы И все прочее Вот это делать Не хватило здесь Немного Арч Вайла И по сравнению С предыдущими мапперами Это, конечно, не доработка Так вот Я как Как не знаю Как дурак С пушкой Начинаю просто Шмалять во все стороны Из этого Рокет Лаунчеры Постоянно получают Чудовищный урон Самостоятельно Вот это, кстати, портал Залион Вендетты По-моему Респект, кстати, за барона За барона Тоже бонус поинтс Короче Закрываем эту тему Это очередной контест Который выиграл Славиус Все Точка Шах и мат Славиус у нас Эксперт По выигрыванию контестов Да Деревья Вот эти как раз-таки Опять же Все Я уверен На 100% в том Что Славиус босс Он же Широ Акума Привожу к этому руку И сделал этот уровень Победа Чистая победа Первое место 11 из 10 Прекрасный уровень По боевке По музыке По стилю По дизайну По разнообразию По траве По деревьям По скалам По отсутствию Аршвайлов Отлично Кстати уже был уровень Который я прошел За 5.55 сегодня Ладно Jokes aside Хороший уровень Славиус молодец И Отдельно доставила Вот эта вот штука С движущейся С движущимся Вот этим алтарем Как зачем И сколько времени На это потребовалось Я не знаю Но Было круто Реализация крутая Действительно удалось Меня удивить Я прям действительно Удивился Увидев это И как минимум Поэтому Оценка Также завышена Но в целом В целом Не знаю Все в уровне Хорошо Не знаю Не хватило Возможно Аршвайлы Реально Но за это Снижать балл Не буду 10 из 10 Как есть Едем дальше И это будет Уровень за номером 10 37 монстров Один секрет И снова Музыка из Айвада Конкретно Из 29 Мапы Второго дома Ох Опять что-то Жесткое здесь будет Вот Опять же Интересно Я уже Довольно давно На своем канале Пушу мысль Что в последнее время Почему-то люди Все время Делая свои уровни Стараются сделать их Какими-то тяжелыми Хардкорными Почему? Реально Доколе? Как это так получается? То что люди Реально Вот Настолько кайфуют От создания Полухардкорных Каких-то уровней А зачастую даже Слотерных Странно Это Вообще Странно Довольно Тенденция Хотя В принципе Если так Посмотреть На ретроспективу И На Вады Которые В целом Выходили В предыдущие годы Так же Можно сказать То что Людей Маппера Всегда тянуло Как ни крути К хардкору Какому-нибудь Здесь вам И косы Всякие И Эллиен Виндет И Хелри Вилды И И Спидов Дум И Ресурженс И все Такое Всегда Это Все Было Про Хардкор В той Или Иной Степени Не Нравится Хардкор Хочется Попроще Как Говорит Товарищ Сильвер Майнер И Кстати Довольно Дельную И умную Мысль Говорит Ставь уровень Сложности Ниже Сильвер Майнер Довольно Опытный Маппер И Игрок Но Он Играет На Первом Уровне Сложности Потому Что Ему Хочется Просто Кайфовать От Уровней А Не Рвать Себе Задницу На Британский Флаг На UFC Флаг В Боевке Поэтому Он Играет На I'm To Die И Я Вообще Не Могу Никак В Ниже Это Не Зашквар Это Не Позор Никто В комьюнити Ну По Крайне Мер В Дум Комьюнити Вам Не Скажет То Что Ха Лошары Не Играешь На Ультра Вайланс Не Играешь Без Васт Монстр Играешь На Хёрт Мей Пленди Никто Вам Такого Не Скажет Пожалуйста Играйте В свое Удовольствие Я Очень Люблю Хардкор И Очень Люблю Слотеры Это Я Просто Больше Ворчу Ну И Скорее Выдаю Какие-то Свои Наблюдения Наблюдения О О Том Что Действительно Очень Много Стало Хардкора Очень Много Практически Каждый Второй Уровень Так Или Иначе Какой-то Околохардкорный И Это Прямо Прямо Удивительно Вот Этот Уровень Прямо Идейный Какой-то Наследник Действительно Хороший Уровень Не Представляю Насколько Темный Он Будет В Первом Плюсе Ну Или В Том же Действительно Думе Наверное Там Будет Просто Не Видно Не Сги Когда же Мне дадут Рокет Броня Уплыла От Меня Верните Так Козлы Наступают А я А я Все Еще В Яме Все Еще В Ловушке Они Хихикают Смотря На Меня Сверху Сколько же Хельцов Как Называет Его Нека Рейнджер Хельцов Хельцов Дмитрий Пожалуйста Задайте Вашу Карту На Контест Ой Больно Где же Здесь Рокет Надавали Коробок С Ракетами Целых Две Штуки А Рокет Нет Так Кулачный Бой Это Мы Не То Чтобы Любим Но Видимо Видимо Рокет Лежал В секрете Это Конечно Обидно Ух Запористый Уровень Да какой Не знаю Кстати Насколько Здесь Мапперы Вообще Имплементировали Уровни Сложности Насколько Здесь Можно Проходить Эти Уровни В более Человом Режиме Ну Думаю Что Думаю Что Сделали Так Окей Кроме Кулака Ничего Нет Это Мы Не Одобряем Не Одобрям Ладно Что Еще Красный 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 О Ё Мое Что С Устал На работе Короче Гоза Какие-то Выдают Приколы Кстати Не могу Нажать На этот Свитч Ой Вей Да ладно Теперь Я точно Уверен В том Что Это Прикол Гоза И с Тем Крашером В том Уровне Тоже Был Прикол Гоза Но Абсолютно Очевидно Что Делать Здесь Больше Будто Бы Нечего И Никак Иначе Туда Попасть Не Могу Где Здесь Может Быть Секрет Это Просто Офигеть В Таком Маленьком Уровне Действительно Просто Уровень Буквально Из парка Робок Состоящий Где-то Еще Есть Секрет Внезапно Давилка Здесь Активировалась Не Был Ее Тут Просто Ранчик Лежал Ну Мне Действительно Кажется Что Что Гоза Здесь Уровень Этот Поломало Я Не Читал Отзывы Других Людей Чтобы Ничего Себе Не Спойлерить Я Знаю Только То Что Много Кто Приходил На Закрылась Дверь После того Как Я Наступил Сюда Вновь Откроется Ли Она Обратно Я Не Знаю Короче Есть В этом Уровне Парочка Косячков И Недоработок Конечно Не Стоит Закрывать Дверь Сызнова После Того Как Я Снова Наступил На Эту Платформу Я Не Знаю Реально Откроется Ли Она Снова По Прошествии Времени И Рокет Лежал Вот В этом Секрете Ок Но Судя По Всему Я Не Могу Нажать На Switch Потому Что Он В Джезедуме Багнут А он Реально Багнут И Багнулся Он Именно После Того Как Я Взял Красный Ключ Не Знаю Почему Как С чем Это Связано Придется Прик Скок Делать Потому Что Очевидно Что Этот Красный Рубильник Открывает Дорогу Вон Туда Ох Вот Это Да Вот Это Бароны Тут Конечно Барон А Драться Ты Не С Немечем Ну В Этом Плане Этот Уровень Ставится Практически Не Проходим Мне Нечем Их Бить Увози Увози Нет Тогда Проходим Окей Увози Барон Подожди Подожди Барон Все Пока Окей Крутой Уровень Крутой Реально Крутой По Боевке По Дизайну Понравился Мне Тоже Хороший Спидмаппинский Уровень Вполне Себе Приятный Вполне Себе Такой Жапод Реальческий С душком Тех Самых Хардкорд Эквадов Которые Я упомянул Хороший Прикольный Уровень Но К сожалению Немного Багов Сюда Затесалось Наверное Пока Что Это Самые Критичные Баги Сих Уровень Которые Мы Сегодня Видели Но В целом Я поставлю Этому Уровню За Вычетом Багов И С учетом Того Что с Патронами Какая-то Здесь Лажа Есть Не Хватает Периодически Патронов И Притом Выдается Рокет Уже В самом Конце Когда Он По сути Нафиг Не Нужен Да Он Вообще В Одном Уровне В Тесных Пространствах Не Нужен Ну Я Поставлю Ему 8 Пускай Будет 8 Из 10 Ок Вот Так Идем Дальше Следующий Уровень Будет Уже 11 Кстати Осталось Всего Два Уровня Часик Мы С вами Уже Играем 48 Монстров Ноль Секрета Ой Вот этот Уровень Очень красиво Начинается Fire Blue Сразу Светит Мне Куда То В Спину Очень Красиво Начинается Уровень Музыка Тоже Очень Хорошо Подобрана Почему Я везде Вижу След Славиуса Я настолько Привык Славился Славился Настолько Мне Стал Комфортен Что Я везде Пропушиваю Конспирологическую Теорию О том Что Все Карты Сдел Славились Ох Какой Стильный Вот этот Уровень Вот это Прям Образчик Стиля Blue Fire Только Здесь Я не Знаю Зачем Нужен Нравится Начало Уровня Дырявый Потолок Показывающий Красное Адское Небо Ох Офигенный Уровень Какой Визуал Вообще Крутой Даже Глядя На то Что всего 4 часа Было Дадином Апером Какие же Красивые Какие Боевые Уровни Люди Умудрились Наваять Эта Текстура Я Никогда Раньше Не видел Какая Ужасная Икона Греха Какая Это Видоизмененная Офигеть Вот это Тоже Бой И Я Действительно Считаю Что Наша Комьюнити Невероятно Сильная Очень Очень Сильная Комьюнити И Намного Сильнее Чем Комьюнити Их Ух Какая Музыка Это Жесткая Надеюсь Что Ютуб Не даст Мне за Нё По Шапке Так Псевдолабиринт Окей Но Чинганеры Не прощают Какая Ждушка Ох Это Фитейное Продолжение Предыдущего Уровня А точно На контест Сдавали По одному Уровню От маппера Опять Тесные Пространства Опять Обилие Монстров Которые Тебя Зажимают И начинают Сразу Тебя Просто Драть Ну Здесь Остается Уповать Только на RMG Который Видимо Уровень Этот И Сделал Так У меня Сейчас Патрон Закончится Что делать Куда Бежать Офигеть Просто Зажимал Ужас Вообще Беда Какая Здесь Никак Нельзя Сражаться С монстрами Здесь Нужно Только Бежать Такое Уже Было Кстати В одном Из Предыдущих Уровней Да И Не В Одном По сути Здесь Практически В каждом Уровне Нужно Бежать Здесь У тебя Просто Нет Никаких Вариантов С монстрами Справляться Не знаю Опять же Заслуга Это только Ультра Вайлансы По другому Или на других Уровнях Так Пипец Просто Трахают Офигеть Вообще Никак Ты здесь Не можешь С монстрами Драться У тебя Вообще Нет Никаких Возможностей Это Делать Что Здесь Здесь Тупик Здесь Куча Спектрей Пропустите 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 Мне только На броню Посмотреть И это тот самый тип Боевки В котором Игрок Ну вообще Никак не может Сражаться Он может Только Как-то Превозмогать Как-то Пытаться Выживать Убегая Убегая от монстров Не самый Распространенный Распространенный Кстати Стиль боя Стиль Постройки Боевки Но тем не менее Существующий В думе Много лет Так Ну что Вроде Сейвспот Себе я нашел О Теперь я могу Разобраться Со всеми Гадами Которые Так долго Меня одолевали Не давали Мне комфортно На этом уровне Существовать Опа Лифт Зря Я его спустил Тут же Наполучал От кокодемонов На орехи За плазмокар Конечно Спасибо Так Неплохо Неплохо Сурово Начинается уровень Реально сурово В какой-то момент Даже кажется То что Почти невозможно Прорваться Через столпы Монстров Которые осаждают тебя И у тебя почти нет Возможности Через них Никак пробиться Но все Возможно Все возможно Джи и не на такое способен Да емае Какие же Какодемоны Заплевывающие Так ладно Все Халява кончилась Плазмоган Без патронов Придется как-то Отбиваться Шатганом Вот этих Какодемонов Которым прям Не имется На меня нахаркать Вот только Сказал Тут же получил Харч Все Прикольно То что Далее Выбежит на улицу Я думал То что Весь уровень Будет Какие-то Застенки Где тебя Будут Просто Зажимать И драть Мобы Но нет Далее Даже Побегать на улице Где Конечно же Посвободнее Поспокойнее Можно как-то Раскруживать Монстры Хороший Тоже уровень Хороший Дизайн Но я Не совсем Согласен С С такой Жестокой Боевкой Хотя Опять же Возможно На ультравайленс По-другому Но в какой-то момент Возникает ощущение Что немного Жестковато Как будто Чуть-чуть Опять же Пережестили Это не всегда Не всегда Оправданно Не всегда Приемлемо И не всегда Обусловлена Даже Задумка Автора Сделать так Чтобы игрок Обязательно Убегал Что Какодемон Из нычки Из этой Вылетел Что он там Делал Окей Так Ну что Who's number one Now А HellNight И даже Не проснулись Я пробежал Мимо них А им все Пофигу К сожалению Нет Берсерка У меня Хорошо И без Берсерка Хватило А вот ССГ Классно Вот эта комната Кстати Это вообще Все классно Дизайн Офигенного Уровня Так Ну кажется То Что Все Повыскакивали Искать Больше Никого Не надо Лабиринт Конечно Хитро Мудрый Ладно Кажется Мне то Что Собирать Аптечки Здесь Это Бессмысленное Занятие Хотя Кажется То Что Две Из них Лежат С края Можно Можно Сбегать Странно Что На уровне Нет Секретов Хотя Б Одного Секретика Мне кажется Здесь Не хватает Вот это Классная Комната Реально То ли какие то Надгробия Стоят То ли просто Какие то Контейнеры Из гуро Ящички Офигенно Вот 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 что такое Буквально По колено В мертвичине Вот Не Deep In the Dead Вот оно Отображение Буквально По колено В гуро В гурятине Просто Кто-то Слишком буквально Понял Название Первого эпизода Первого дома И Это реально Так Это реально Так И выглядит Так О Какой же Красивый Уровень Вот Они Козлы Спасибо За то Что Не забываете Про Про Баронов Про тех Самых Брузер Бразерс Возможно И про Эндумра Когда ставите Козлов На выход Потому что Самый некрасивый Трюк Как мы Все С вами Знаем Это Нет Конечно Не Не Монкирование Использованием Барона В уровне Хотя Это тоже А Самый Некрасивый Трюк Это Ставить Аршвайла На выход Который Абсолютно Беззащитен И ничего Не может Сделать А вот Барона В конце Это Классика Вот этот Уровень Прямо Как будто Как будто Маппер Вспомнил Все каноны Первого Думы Устроил Нам По колено В Мертвечине И Брузер Бразерс Нам Вернул Молодец Молодец Очень красивый Уровень Очень хороший Местами Поддушила Меня Вот эта Боевочка В плане Того Что бежать Тяжело Непонятно Неясно Что Кого Куда Но я допускаю Что это Задумка Уровня Поэтому Очень хорошо Очень круто Ставлю Тоже Десяточку 10 из 10 Уровень Офигенный Ну что же И у нас впереди Финальный уровень Юга Вон Уровень За номером 12 Музыка Интересная 172 Монстра Этот уровень Сделал Шедоумен Я уверен В этом На 100% Я Я вот Прямо со старта Могу сказать Что этот уровень Сделал Именно он Очень сильно Похоже на то Что мы видели В уровне Для 30 лет С Думом Я опять же Уже не помню Как он назывался Тоже там была Вот такая Вот те же самые Текстуры пещер Были использованы Та же самая Пещерная Гористая тематика Открытое пространство Вроде тоже Красное небо Было адское Тоже какой-то Странноватый Был музон И вообще Шедоумен Мастер Кстати Подбирает Странноватый Какой-то музон Вот такой Вот какой-то Необычный Какой-то Спампой Для своих Уровней И конечно же Появляющийся Со всех сторон Набегающий Налетающий На игрока Монстров Странно Что не было Как о демонов Появляющийся Обязательность Под земли Вот это Тот самый Нелюбимый Мною Способ Подачи Монстров Это уровень Это уровень От шедоумена Я Бьюсь Об заклад Что это так и есть Это его уровень Ну что ж Довольно прикольно Особенно первый Вот этот первоначальный вид На пирамиду На которой горят факелы Это разумеется Сразу же отсылает нас К Мап 31 ТНТ Эвилюшн К фараону А равно как и К Министре Халик Конечно же 20 уровень Эйлиен Вендетты Более того Напоминаю Также чем-то Эпик Эпик Ват Эпик Эпик 2 Куча кнопок Нажимай на них Но с ними не будь груб За каждой кнопочкой Лежит приятный бонус За это Маэстро Шедоумену Спасибо Очень жалко То что Я думаю Подавляющее большинство Мапперов Которые приняли участие В этом спинмаппинге Не участвовали В маппинг Контест 2024 Очень жаль Того же Шедоумена Я бы посмотрел С удовольствием И думаю что Этот парень Дал бы бой Точнее я уверен В этом Где проснулся имп Потому что Маппер Очень опытный И очень скилловый Где проснулся имп Так Вот и на Кокодемик Кстати полетел Кажется то что Звук проснувшегося импа Символизировало О том что Я нажал все кнопки Какой странный трек Какие то барабаны На фоне То ли ханги Это восточный трек Это восточный трек Какие то шлепки Прямо как в песне В треке Линкин парка Правда Забо в каком Ну вы помните Начинается так же Шлепками Какими то И что думаю Конечно подошел 172 монстров 172 Больше чем у всех Мапперов В этом контесте Вместе взятых Это верно Очень много монстров Как он умудрился Распихать За 4 часа Скорее всего Здесь будет просто Боевка с огромной Толпой монстров Я думаю И Я Мне не терпится Зайти в Пирамиду Возможно Что это отсылка К каким то Шаолинским монахам К чему то Буддистскому Вот эта вот музыка Какая то Таинственная И В целом Вот этот вот храм Вот эти горы Может что то из этого Слушайте Эти шлепки Становятся Довольно пошлыми Как я поднимался Наверх Где то импы Совсем рядом Я слышу Как они булькают Но я их не вижу Неужели они Багнулись И остались под землю Они появились На поверхности Это что еще за кнопочка Кажется Это то что нужно было найти Музыка еще такая Разнообразная Интересно Сколько она длится Минут 10 Да Кажется то что Все рубильники Обнажали вот эту кнопочку Которую нужно было найти Для того чтобы поднять мосток Чтобы пойти на восток Ух Шедоумен Завязывай Слава Завязывай с травой Шедоумен Завязывай с появлением Монстров из под земли Доколе Даже клятая Доба на телепортации Из нулевых годов И то выигрывает На этом фоне Нежели чем Вот это вот Безидейное появление Монстров из под земли Которая и пугает И раздражает И ничего хорошего Не предвещает Я понимаю то что Самым идеальным способом Подачи монстров Является Именно разворачиваемость Уровня Когда обнажаются Какие то стенки Открываются какие то Ходы Проходы И оттуда вылезает монстр Как кстати Большинство мапперов На этом контесте сделали Но вот это вот Появление из под земли Кажется то что Шедоумен реально Единственный на этом контесте Кто сделал появление Из под земли Никто другой Больше так не сделал Поэтому Ну не знаю Я бы хотел Видеть этого поменьше И в целом В уровнях думских И в уровнях От Шедоумена А уровни Шедоумена Я бы конечно Хотел видеть побольше Поэтому Используя простую Арифметику Складывая одно с одним Приходим к тому Что Товарищ Шедоумен Пожалуйста Делайте уровни побольше А появление из под земли Поменьше И все будет Все будет хорошо Все будет правильно Все будет как надо Окей Аптечками здесь пока что Никто не дыхнул Стало быть Ими не пахнет И ох уж эти Вездесущие ипы Нужно бегать Их буквально искать Чтобы отстреливать И мне нравится Как Шедоумен подводит То есть мы пока что Бегаем вокруг Этой пирамиды Как бы он готовит Нас к тому Что мы Прокладываем себе Путь внутрь Пробиваемся Прорываемся Дорогу себе Вычищаем Для того чтобы Попасть внутрь пирамиды В которой нас ждет Пульминация Это прикольно Музыка конечно Очень много дает Местной атмосфере Антуражу Хотя сам дизайн Пока что простоват Пока что Посмотрим как оно будет Ооо смотрите Очередной брузер Бразерс Вот же они Красные Из бразерс В общем Круто что снова Два барона Причем два уровня подряд После предыдущего уровня Конечно возможно Немножечко эффект Данный Под затерся Но в целом Для меня Баронов Много не бывает Поэтому спасибо Спасибо Пили еще Так вот Меньше появлений монстров Из под земли Больше баронов Больше карт Больше техники Делай легче Делай играть Кайфуй Когда нибудь я убью этого барона Встретимся с вами На этом же месте В этом же видео Через полчаса Потому что по моему Я совсем там мало Ему нанес Барон Ладно Ладно Твоя взяла Твой день Я пожалуй Найду Патроны И маншот На тебя Окей Так ну что ж Наконец-то мы Законим в пирамиду Под сочные шлепки Плюх 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 Ох Кто же еще Как не превратник Ада Это ты Шлепаешь Стоишь Ух Не ну шлепки Конечно вообще угарны Как будто кто-то Шлепает По чему-то мягкому По какой-то мягкой Части тела Может быть по щечке Слишком худая у меня Щечка для того Чтобы издавать Такие глубокие шлепки Окей Вот это уже Очень напоминает Мисс Рихалик Ух Со всех сторон Буквально Буквально Будто бы Даже отсылочка Буквально Тейк на мисс Рихалик Но не хватило Чтобы Ворота За мной Закрылись Тогда бы Как-то было бы Логично Что мы зашли В недружелюбную Пирамиду Которая полна ловушек Вот кстати Она и закрылась Да Надо было это сделать Чуть раньше И тяжелее был бы бой С этими всеми Импами и шатганерами Которые высыпали Мне навстречу Один хп кстати Да Неплохой бой С хеллнайтами Опять же Главное Не остаться без патронов Вот хеллнайты Здесь конечно рулят Это все еще не бароны С которыми было бы Намного тяжелее Здесь сражаться Но Очень хорошо стоят Да Реально Это самое Что ни на есть Отсылка на 20 уровень Вендетты Точно так же Там эта вся пирамида Раскрывалась И точно так же Все это выглядело Правда Не так жестоко Там все было Хеллнайтов там Точно не было Которые бы вот так Вот зажимали В этих коридорах Но Это мне нравится Даже больше То есть в этом плане Шидоумен будто взял Все лучшее Из этого уровня И Творчески переосмыслил Любопытно то Что Алиэн Вендетта Живее всех живых Живет Цветет И пахнет Совсем недавно Для контеста Для инту маппинг контеста Мэн Ведган Пытался Сделать какой-то Тейк на первый уровень Алиэн Вендетты Здесь же Шидоумен Берет Тейк на 20 уровень То есть люди знают Люди любят Люди помнят Элиэн Вендетту И она живет Не только в наших Всеорцах Но еще и наглядно В наших картах И это клево Пожалуйста Больше Элиэн Вендетты Пожалуйста Прошу вас Сделайте такие Пещерные уровни Которыми Эндумер уже так давно Просит Так давно молит Возьмите за образец 26 уровень Той же Вендетты Который называется Дарк Доум Дарк Доум И сделайте что-то похожее Эндумер будет Превозносить вас Да Эти пирамиды Действительно открываются Очень потихоньку Чем-то это даже Напоминает Знаете 17 уровень Второго Дума Который Тенемен Вспомните концовку Где нужно было Тыкаться в В разные стенки Чтобы открывался Открывался новый путь Ну вы поняли В самом конце Когда ты каждый раз Забегаешь в коридор Тыкаешься в стену Потом возвращаешься В другой коридор Там же тыкаешься Пока не придешь дальше Тот уровень Сделал Ромеро О, единственный секрет Кстати Удалось его найти Не сказать что он Офигенно хитро Был запрятан Окей Боль за стенках Начинает Надоедать Надеюсь то что Шедоумен покажет нам Внутреннюю какую-то Часть Пирамиды Более обширно Потому что Ну что-то Что-то Переедаться потихоньку Вот эти коридоры Вот эти Узкие тесные бои О нет Где-то проснулся Аршвау Если ты Шедоумен Сделаешь так Что сейчас Аршвау будет Бегать и воскрешать Всех холлнайтов А ты именно так И сделал То это будет Большой-большой Майнус поинт Кто так делает Это же некрасиво И безвкусно Нет ну реально Вот так делать нельзя Так делал Уважаемый мною Маппер Спящий Джимми Я очень-очень Сильно ругал его За это Нельзя запихивать Аршвау в задницу Чтобы они бегали По убитым тобой Монстрам И воскрешали их Заново Нельзя так делать Это очень грязный Очень дешевый Очень некрасивый Трюк Очень плохой прием Один из самых Худших Наверное В маппинге А он себе Бегает и воскрешает Пользуется тем Что я даже не знаю Где он Где он Офигеть Нельзя 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 Ни в коем случае Нельзя так делать Смотрите как Еще хитрой Этот Аршвайл Поступил Он убежал от меня Он не стал со мной Продолжать бой Он от меня реально Убежал Чтобы задавить Меня числом Хитер Засранец И это я не только Про Аршвайлы В общем Вкупе С подачей Монстров Из-под земли Шедоумен Прямо таки Аккумулирует Сборник Каких-то Старых методов Маппинга От которых Я считаю Стоило бы Уже под избавиться Вообще Это же так круто Когда маппери Выходят За свои же рамки Когда они Отказываются Сознательно От своих Каких-то Штампов От клише И пробуют Что-то новое Для того Чтобы развиться Как маппер Это касается И Славиуса С его травой Это касается И Шедоумена С его Появлением Монстров Из-под земли Каньонами Вздесущими И Аршвайлами Закинутыми Куда-то поглубже Ну ладно Признаться Это наверное Первая из его карт Смотрите Там кто-то Рубится наверху Неужели Еще один Аршвайл Там был Или это Просто Телепортирулись Так Наверное Первая Из шедоуменских Карт Которые Я вижу Такой заход Чтобы Аршвайл Был телепортирован Куда-то назад И воскрешал Монстров Поэтому не могу Сказать Что это прям Тенденция В его картах Но неприятная вещь Мне понравилось То что монстры Телепортировались Не только здесь Но и сзади То есть попытались Меня зажать Я действительно Удивился Когда увидел Что наверху Кто-то рубится Но не совсем Прикольно Что монстры Здесь телепортирулись По одному И я их просто Убил как мишени В тире О! А вот это Именно то О чем я и просил Раздержалась Внутренняя часть Пирамиды И теперь это Не коридорный бой А что-то уже Что-то другое Что-то новенькое Это классно Самый большой уровень На всем контесте О! Я нажал Добью Который давит Бедных Бедных баронов Там еще Киберман ест Офигеть Все здесь есть Круто Крута Концовка Крута Очень крута Самый большой уровень Из всех на контесте И по киллкаунтеру И по масштабу И по объему И по тайм лимиту Ни один уровень Я не шел Дольше 10 минут В этом я уже 13 Практически существую Что говорит о том Что Шидоумен Настолько опытный маппер Настолько много Сделал уровней Настолько знает Своё дело Что Что спидмаппинг Для него в принципе Не ограничение Его потенциала Его возможностям Он вполне себе Может сделать Достаточно большой И играбельный Проходимый уровень За 4 часа И это конечно Офигеть уважение Особенно в сравнении С той самой маленькой Картой Которую я прошел За одну минуту В которой Кровавый пол поднимался Да как же задолбало это А Сравни ту карту И вот эту Это просто небо и земля В плане подхода И возможности маппера Круто Просто офигенно Так ладно Что еще тут есть Красный ключик Он мой Не знаю правда Где красная дверь Инфальтился ли С кем-то здесь Кибер Ой я могу Спокойно уходить Как же мне Взять мигу Так Кибер Ты давай Инфальт Ну кстати Как-то можно И туда Подниматься А так я не нажал На этот рубильник Так 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 Свистят ракеты Над головой Этого мне Совсем не нужно Нажимайтесь А вот эти вот Рубильники Очевидно спускают Эти платформы Похоже на мап 07 Какой-то Какой-то возможно Тейк на это Аааа Как плохо получилось Я совсем забыл Что там крашер Нет Возможно Это был Лед Джейк Так ладно Очень хорошо Что кибер Все-таки стал Он файтиться А это просто дверь Просто заглушка Опять же кстати Абсолютно такая же штука Была в Хиро Стейлсе Шидоуменом На мап 07 Я вспомнил Вот что-что Хиро Стейлс Ват сделанный В конце нулевых Но Шидоумен Даже с тех пор Не изменил Каким-то своим заходом В маппинге Вот этот момент С вот этими С вот этим Около мап 07 Заходом С этими лифтами И с этими дверями Безидейными наверху Этих платформ Это полная калька С того что он делал Для мап 07 В Хиро Стейлс Который вышел Без малого 15 лет назад Ох Повезло выскочить Оттуда Это к вопросу О том что У Шидоумена Действительно есть Устоявшиеся Какие-то Шаблоны Которым он следует И не изменяет Им Не развиваясь Это плохо Это плохо Несмотря на то что Сами шаблоны хороши Но 15 лет Это много А у меня Рокет есть У меня даже Рокета нет Несмотря на то что Патроны выдаются Исправно на Рокет Самого Рокета у меня нет Также кстати интересно Что по идее Это можно здесь Кипра загнать Под этот Крашер В принципе Но почему нет Рокет лаунчера Неужели я где-то Его пропустил Так же как и в уровне Умбри Кипр На Энду маппинг Контесте 2024 Там тоже Лежал он Буквально передо мной Перед глазами Но я его почему-то Не увидел Вот он лежит Вообще-то он был Запрятан Так что я не могу Сказать что я прямо Его пришляпил Нет Ох Я не застрял Крашер Кстати здесь Довольно хитрый Так Все Все собрал Красный ключ У меня единственное Я не помню Где была красная дверь Слушайте Это реально Полноценный уровень Уж я не знаю Действительно ли Шидоумен Я конечно Ни в коем случае Не ставлю под сомнение Его скил Его возможности Его способности К спидмаппингу Но реально ли Такое сделать За 4 часа Это ведь реально Полноценный уровень Я играю в него В совокупности Со смертями Минут 20 Уже не меньше И действительно ли Это реально Не использовали Товарищи Какие-то Префабы Ну ладно Это уже Сами будут Разбираться Организаторы Конкретно GSOX И опять же Я не хочу Давать никаких Беспочвенных Обвинений Потому что Все-таки Это Шидоумен А не хрен с горы Поэтому Вполне вероятно Что мне так просто Кажется Но слишком уж круто Для 4 часов Слишком уж круто Мои друзья Так что еще Я нажал на красный Рубиль Неужели этого мало Или мне нужно Вернуться обратно Мм Нет Музыка кстати При всей своей странности Вообще не задолбала И она очень хорошо Подходит этому Какому-то Полуацтекскому уровню Разве что Вряд ли Ацтеки Или Майя Или кто бы там ни были Они Строили пирамиды Хотя Ацтеки Вроде были пирамиды Ну То что Это не египетские пирамиды И то что К мисс Рихалик Это все Относится только лишь Условно По концепции Именно думского уровня Это точно Потому что В остальном Египетского Здесь ничего нет Даже текстуры Египетских никаких нету Два Аршвала На этот раз Будто мне одного Было мало Вот этот уровень Были как-то Идейно Объединить С Карго Культом От Лайноса Было бы вообще Фантастика Так Ну что Осталось 4 монстра А Внезапно Выход здесь Я думал То что Выход Будет там Внизу Где бы Все таки Одного Моба Не досчитался К сожалению Да Не знаю Где он Мог быть Скорее всего Это тот самый имп Который не выпался Из подпола Потому что Чуть-чуть Шедоумен Допустил баг Небольшой Ну что ж Уровень крутой Хороший Но Я не могу сказать Что я от него Прям в восторге Уровень действительно Хорош Но не феноменальный Какое-то Исполнение Крутое Да Но опять же Обилие А вот здесь Я кстати В отличие от своего Контеста Могу оценивать Это с позиции Развития автора И его какой-то Клишированности Вот тут Очень много Клише Шедоумена На самого себя И это скорее Минус Минус чем плюс Вот тут я могу Так сказать Потому что Знаком с творчеством Шедоумена И очень много Самоповторов Здесь было Уровень хорош Но не феноменален И порадовала Отсылка на 20 уровень Вендетты Но в каких-то Местах Перетянуто Беготня по коридорам Каньонная часть И что-то еще Из этого Как будто Как будто Слишком много Этого было В общем Ну и плюс Уровень подзатянут Для спидмаппинга Это слишком Мне кажется Поэтому я Поставлю этому уровню 8 из 10 И мне кажется Что это адекватная оценка Так ну что ж Внезапно Даунтаун С красным небом Когда вы еще Такое увидите Ух Ох-ох Ох-ой Час 45 Практически С вами мы посидели Я-то думал Потому что за часик справлюсь Но нет Ну нет 12 уровней 12 уровней Это не шутка Отличный получился Спидмаппинг контест Огромное спасибо За то что вы за это взяли Спасибо организатору GSOX Спасибо участникам Кто наваял Такие офигенные карты И И все уровни Мне очень понравились Очень сильно Оценки я также Распишу в текстовом виде В комментариях И в теме на домпавере Просто выпишу Без особых Каких-то комментариев Ну может с кратким Комментарием А так все в принципе В этом видео Ну вы сами все видели Уровни Офигенные Вообще Все Все до единого Ни одного паскудного уровня Не было Все очень хорошие И это все сделано За 4 часа Вот об этом-то я и говорю Наша комьюнити Офигенно сильная И офигенно люди мапят Даже в таких жестких Условиях и рамках Это Это фантастика какая-то Поэтому Огромное спасибо Я нереально кайфанул От этих уровней Были уровни Очень красивые По дизайну Я потом В итогах напишу Наверное Самый красивый уровень По своему мнению И по боевке Тоже очень крутые Вообще Со всех сторон уровней Классные Офигеть Чистый кайф Всем спасибо Ссылка на плейлист Я даже не знал Куда это отнести Пока что не придумал В общем Ссылка на какой-нибудь Плейлист В описании Под этим видео Там же ссылка на Дискорд канал И на Телеграм канал Оставляйте ваши комментарии Как вам понравились Эти уровни И играйте Качайте сами Спасибо за то Что посмотрели этот выпуск Рад вернуться на канал Дальше будем Видеться с вами Как раньше Часто До встречи В следующем видосике Пока Субтитры сделал DimaTorzok